Всем привет! Вы на канале Даша Техник и после этого видео будет тишина, ведь потому что вместе с вами я хочу разобраться в тягачах и ракетах, которые используют наши ракетные войска стратегического назначения. Давайте приступать! Кстати, сзади меня находится Ярца, а то, что находится в головной части, я когда-то приложила к этому руку. Российский стратегический ракетный комплекс РС-24 Ярца с твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами заступил на боевое дежурство ракетных войск стратегического назначения в 2009 году и пришел на смену комплексу Тополь-М, являясь его дальнейшей модификацией. Название Ярца расшифровывается как ядерная ракета сдерживания, и она может быть как шахтного, так и мобильного базирования. Если локации российских стационарных комплексов американцам хорошо известны, то отследить передвижную установку сложно даже из космоса. Ярцы регулярно выходят на маршруты боевого патрулирования протяженностью до 100 километров. Отрабатывается смена полевых позиций и маскировка. Ракета Ярца несет 6 боеголовок мощностью более 100 килотонн, то есть одним ударом можно поразить сразу несколько важных целей на дальности до 12 тысяч километров. И похожие боеголовки несет и булава морского базирования, ее запускают с атомных подводных лодок класса Борей, и каждая несет до 16 ракет. В 2023 году в России завершилось переоружение подразделений РВСН советского тополя, отработавшего свой эксплуатационный срок на современный ЯРС. Сегодня РС-24 является самым массовым ракетным комплексом в войсках и составляет важный компонент ядерного счета Российской Федерации. Однако еще ни разу в истории наша страна не применяла атомное оружие в боевых целях против противника. Свои сверхмощные возможности российские ядерные ракеты демонстрируют на полигонах во время испытаний. Согласно ядерной доктрине, уточненной в 2020 году, Российская Федерация может использовать атомный арсенал только в ответ на атаку неприятеля, применившего ядерные боеголовки, или оружие массового поражения, или иное вооружение, угрожающее существованию Российской Федерации, или работе ее значимых военных и государственных объектов, повреждение которых способно сорвать ответные действия ядерных сил. И при этом решение об ответном ударе может быть принято уже на стадии получения достоверной информации о запуске врагом баллистической ракеты по территории Российской Федерации или же ее союзников. Грозный ЯРС всегда несет свое боевое дежурство, находясь в режиме повышенной боеготовности. Он способен в любой момент нанести ответный сокрушительный удар неприятелю, жесткнувшему первому напасть на Россию, и в результате атаки на нашу державу будет полностью уничтожен и сам враг. Поэтому наличие атомного арсенала является важным фактором, сдерживающим агрессию противника. Российский ракетный комплекс «Авангард» и на Западе его называют непобедимым оружием президента Владимира Путина. Новейшая боевая система способна летать со скоростью в 27 раз превышающую скорость звука. И помимо этого «Авангард» может маневрировать, что делает его практически неуязвимым для ПВО и ПРО. По известным данным, ракетный комплекс «Авангард» включает несколько основных элементов. И первый – это межконтинентальная баллистическая ракета, которая отвечает за разгон и вывод боевого блока на расчетную траекторию. На первом этапе в этой роли будет использоваться ракета ОР-100Н. А в дальнейшем комплекс будут строить на базе перспективной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». А второй элемент – это гиперзвуковой планирующий боевой блок. После разгона и сброса с ракеты он должен совершить полет к цели и уничтожить ее при помощи встроенной боевой части. Планирующий крылатый боевой блок более чем серьезно отличается от традиционных боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет, как с точки зрения техники, так и по принципам работы. И в отличие от обычных боевых блоков, крылатые изделия способны совершать планирующий полет, а не только падать на цель. Кроме того, межконтинентальная баллистическая ракета в активном участке придает ему высокую скорость. Все это дает блоку ряд характерных преимуществ. Первое преимущество боевого блока авангарда – это высокая скорость. И по результатам очередного испытательного запуска сообщалось о достижении скорости в 27 мах. И на такой скорости боевой блок способен в минимальное время войти в район цели, и тем самым резко сократить допустимое время реакции систем противовоздушной и противоракетной обороны противника. И поскольку планирующий боевой блок не имеет собственной силовой установки, его скорость на траектории должна постепенно снижаться. За счет потери энергии на преодолении сопротивления среды. Однако, в этом случае скорость изделия на конечном участке траектории остается крайне высокой. Вторая положительная черта – это наличие системы управления, которая обеспечивает маневрирование в полете. Изменение траектории может использоваться для выхода к цели по оптимальному маршруту, либо же в качестве противозенитного маневра. Неоднократно отмечалось, что маневрирование делает траекторию боевого блока непредсказуемой для противника, и как следствие «Авангард» становится чрезвычайно сложной целью для перехвата существующими средствами ПРО, рассчитанными для борьбы с баллистическими ракетами. На этих кадрах предшественник Ярса – Тополь. В 1982 году у Советского Союза появилась принципиально новая ракета. Ее сделали трудноуловимой. Поместили не в шахту, как обычно, а на огромный грузовик, и отправили колесить по необъятным лесам России. Выследить и уничтожить Тополь там практически невозможно, и поэтому ползущие по боевым маршрутам пусковые установки гарантировали нанесение ответного удара после ядерного нападения на Советский Союз. США с 50-х годов один за другим создают планы уничтожения Советского, а затем и Российского ядерного арсенала внезапными массовыми ударами. После этого Америка, по идее пентагоновских стратегов, сможет сделать с противником, что хочет. И чтобы этого не произошло, еще во времена Холодной войны ядерное оружие стали прятать в подводные лодки и бомбардировщики, а по железным дорогам Советского Союза пошли поезда, похожие на товарные, но вели их машинисты в форме ракетных войск стратегического назначения. А в длинных вагонах с откидными крышками находились готовые к старту ракеты, РТ-23, получившие в НАТО имя «Скальпель». Расчет был на то, чтобы вывести из-под превентивного ядерного удара максимальное количество боеголовок для удара ответного. Мобильные Т-поля стали продолжением концепции неуловимого оружия. Ползущий по лесам гигантский грузовик с ракетой на горбу теоретически можно выследить со спутника или же разведывательного самолета. Но предугадать, где он окажется в час Х совершенно невозможно. Этого не знают даже экипажи пусковых остановок. Маршруты боевого патрулирования постоянно меняются. Но эти огромные пусковые установки не могут двигаться сами по себе, и они передвигаются в составе колонны. И давайте посмотрим, без каких машин не могут осуществлять боевое патрулирование Ярсы и Тополя. Новейший вариант машины из состава комплекса РС-24 Ярс в экспозиции форума «Армия-2023» выполнен на шасси МЗКТ-7930. И предназначена эта машина для обеспечения электроэнергии на полевой позиции, при аварийной ситуации на боевой и стартовой позиции, а также для приготовления и приема пищи личным составом, отдыха и быта, и организации и несения караульной службы. Размеры оборудования машины рассчитаны на обеспечение жизнедеятельности десяти человек с личными вещами и оружием. В агрегате предусмотрены системы электроснабжения, управления связью микроклимата, отопления и вентиляции, водоснабжения, оповещения, кухотно-складского и бытового оборудования. Несколько лет назад в интересах ракетных войск стратегического назначения была создана новая машина дистанционного разминирования листва, которая предназначена для обеспечения боевого дежурства, подвижных грунтовых ракетных комплексов. В арту листвы присутствует несколько основных систем, предназначенных для решения ряда задач. И прежде всего, во время боевой работы машины используют станцию поиска взрывных устройств. На выносной рамке, установленной в передней части машины, располагается поисковый модуль с 16 индукционными датчиками. Поисковый модуль производит обнаружение объектов, в составе которых присутствуют металлические детали, а информация о состоянии исследуемого спектра выводится на экран операторского пульта. На случай использования противником взрывных устройств с управлением по радиоканалу, машины листва комплектуются системой радиоэлектронной борьбы. Во время движения или поиска, или выполнения иных действий, оператор может включить генератор помех. За счет этого исключается подрыв машины по команде извне, как перед машиной или иным компонентом ракетного комплекса, так и во время работы сапера. По некоторым данным, система радиоэлектронной борьбы также способна провоцировать преждевременное срабатывание мин. Принцип действия системы разминирования из состава листвы заключается в электромагнитном воздействии на металлические детали, в том числе и компоненты электрических или электронных устройств. СВЧ-импульс провоцирует срабатывание электронного взрывателя, либо попросту выжигает его, приводя мину в негодность. При этом образуется сплошная полоса разминирования, по которой могут пройти и люди, и техника. А это крайне интересная машина, и вы можете поставить видео на паузу и предположить, что это за агрегат. И это боевая машина сопровождения 15Т418 на шасси МЗКТ-79-221. И создана она для обеспечения передвижения автономных пусковых установок грунтового ракетного комплекса ЯРС. И я запечатлила эту машину на Параде Победы в 2021 году. Автомобиль, лишенный вооружения, с цилиндрической цистерной, наиболее известной как боевая машина сопровождения, агрегат колонны технического замыкания или габаритно-весовой макет. И она предназначена для сопровождения колонн ракетных комплексов и разведки маршрутов следования, и эвакуации тяжелой автотехники, а также обучения механиков-водителей пусковых установок и подготовки боевых расчетов ракетных систем. В РВСН эта машина носила разные обозначения и выполняла самые разнообразные функции. Обычно она замыкала колонну с пусковыми установками, оправдывая свое наименование «боевая машина сопровождения» или «агрегат технического замыкания», обеспечивающий аварийную биксировку и эвакуацию тяжелой поврежденной техники. Другое обозначение габаритно-весовой макет объяснялось применением таких агрегатов для обучения механиков-водителей пусковых установок, так как по габаритным размерам полной массе залиты в цистерну водой и расположению центра тяжести полностью им соответствовало. А в ряде средств массовой информации предполагалось, что эти агрегаты служили также для маскировки боевых ракетных систем под обычные топливозаправщики и трубовозы, которые якобы должны были совершать отвлекающие маневры и курсировать по ложным маршрутам. А сейчас я вам покажу типовую колонну, которая сопровождала пусковые установки системы Тополь. И во главе колонны шел БТР-80. И сейчас роль головной машины, судя по всему, выполняет машина комплекса Листва. Задача этого БТРа – произвести разведку местности и также обеспечение безопасности колонны от диверсионных групп противника. А следом идет машина боевого обеспечения на шасси МАЗ. И сейчас для комплексов ЯРС используются машины аналогичного назначения, но уже на базе продукции МЗКТ. К этой многочисленной категории в системе РВСН относятся автономные машины боевого, технического и бытового обеспечения личного состава мобильных стратегических ракетных комплексов, которые осуществляют боевое дежурство в движении по грунтовым дорогам, заданными маршрутами перемещения. Они проходили по безлюдным районам с неблагоприятными климатическими условиями при полном отсутствии ремонтных баз, источников электроэнергии, водоснабжения, объектов питания и помещений для размещения и отдыха личного состава. Компенсировать все эти невзгоды приходилось автомобилям МАЗ-543А и МАЗ-543М с обитаемыми кузовами-фургонами различного назначения, из которых формировали колонны машинобеспечения, сопровождающие многоосные ракетные системы. Такие агрегаты входили также в состав мобильных зенитных систем ПВО, в переговые комплексы и иные войсковые части, размещенные в стороне от населенных пунктов. Так, в Советской Армии впервые был образован принципиально новый класс военной техники, которой не обладали наиболее развитые страны мира. Также в состав колонны входил передвижной генератор 15Н1061М, это многоцелевая передвижная автономная электростанция РВСН, или модульная дизельная электростанция на шасси МАЗ-543А. Ее разработкой и комплектацией занимался московский завод «Прожектор». Электростанция снабжалась сдвинутым к задней части шасси глухим кузовом, в котором находилось 4 дизель-электрических агрегата, и они вырабатывали переменный трехфазный ток, частотой в 50 Гц и напряжением в 400 Вольт, для питания всех потребителей мобильных систем вооружения, в любых метеорологических условиях и температуре до минус 50 градусов по Цельсию. Между моторным отсеком шасси и кузовом помещалась цилиндрическая цистерна на 4300 литров дизельного топлива для питания электроагрегатов. Полная масса машины 41 тонна, а продолжительность непрерывной работы без какого-либо обслуживания 250 часов, без заправки 168 часов или же 7 суток. Машина связи МС-1 или же 15В82 на шасси МАЗ-543А к средствам универсального назначения можно отнести и машины связи различной комплектации Краснодарского приборного завода, носившие обобщенное наименование МС-1 или МС-2 и рассчитанные в первую очередь на применение в составе подвижных командных пунктов различных комплексов РВСН. Машина связи номер 1 или же МС-1 применялась для организации топосферной радиосвязи с высшими звеньями управления. Первоначально ее ламповое оборудование размещалось в аппаратной части на шасси 543А. Во втором отсеке находилось помещение боевого дежурства со стойками и ящиками для оружия, а в третьем два автономных дизель-генератора, а до 12 мощностью по 12 кВт. Кузов снабжался отопителем, фильтрационной установкой или кондиционером, а на крыше устанавливали несколько телескопических и штыревых антенн. И впервые в варианте 15В-57 машина МС-1 применялась в командных пунктах ракетных комплексов ТЭМ-2С, Пионер и Пионер-К, а затем в исполнении 15В-82 с модернизированным оснащением на электронной базе уже без ламп входила в командные пункты комплексов Тополь и завершает колонну стратегов унифицированный моторный подогреватель ОМП-350 на базе ЗИЛ-131. Изначально ОМП-350 был предназначен для подогрева авиационных двигателей горячим воздухом, обогрева кабин самолетов и вертолетов при температуре окружающего воздуха до минус 50 градусов Цельсия. А в летнее время вентилятор модуля ОМП можно было использовать без запуска подогревателя для продувки кабин самолетов и других объектов окружающим воздухом. Конструкция ОМП позволяет подавать атмосферный воздух, подогретый аж до 115 градусов Цельсия со скоростью до 25 метров в секунду и производить одновременно подогрев четырех авиационных двигателей и обогревать кабины тяжелых самолетов, а также обогревать другие объекты воздухом, подогретым до 75 градусов Цельсия. В колонии РВСН он, судя по всему, выполнял все те же функции, что и на аэродромах – подогрев двигателей машины состава колонны и обогрев кунгов и кабин машинообеспечения. И вот такой рассказ у меня получился об удивительных машинах войск стратегического назначения. А если вам понравился мой рассказ, то с вас лайк и подписка. Если вы хотите поддержать мою деятельность рублем или получить дополнительный контент обо мне, то вы можете это сделать на Бусти. Все ссылочки есть в описании. Субтитры создавал DimaTorzok